К сожалению, при выходе на место, ну, наверное, этого следовало ожидать, по данным адресам, в основном, там их лист не оказалось, потому что это, видимо, старые адреса, которые у них и числятся по их непрописке. Был случай, где уже разрушенный развальный дом, то есть, видимо, в аварийном состоянии эти люди где-то находятся в других местах. Один из них уже умер, но, опять же, мы будем продолжать работу и выявлять каждый этот случай для того, чтобы помочь им и предпринять определенные меры. Таким образом, анализируя ситуацию по проведенному рейду, по тем спискам, которые были представлены полицией, конечно, тут, наверное, возможная ошибка, потому что, что касается количества, где-то в городе вот такой категории лиц, я говорю о лицах, в пределах 70 человек. То есть, с наступлением холодов и так далее, возможно, что эти лица в городе придет еще больше. Сейчас они в летний период, и осенью находились где-то на трачах, кто-то где-то был как бы пристроен. И, к сожалению, чтобы у нас не усилилась эта ситуация с их появлением и ростом в данной категории. Из общего этого числа по анализу нашего где-то 10 человек – в нагородных. То есть, приток этих лиц в город имеет место. Ну, 49 человек – жители муниципи, одна – села Елизавета. Как я уже говорила, многие из них, где-то, наверное, 50% точно были в поле нашего зрения. И, наверное, не только я здесь говорю, многие из них, из вас, наверное, присутствующих и видели. Тут же у церкви, вот Петра и Павла, постоянно человек, который за ним в день, это его как рабочее место, он у нас появляется и опять идет туда. И во все праздничные дни, непраздничные он там стоит. Никакая, никакие убеждения не помогает ему изменить этот образ жизни. Хотя мы знаем полностью ситуацию его семьи, там его дочень были. То есть, все вмешательства с нашей стороны есть. Многим из них, особенно в этом году, я не преувеличиваю, в связи с созданием службы социальных институтов, открытием центров, вот эти проблемы стали больше выявляться. И мы ими занимаемся. И со стороны самих пользователей этих услуг, как бы, ну, не то что доверие, они информированы о наших услугах и появляются сами, или мы их выявляем, или в контексте тех обращений, которые поступают к вам или к другим руководству муниципи. То есть, выявляются все проблемы, которые имеют место в определенной семье. Я думаю, что, исходя из того, что я сказала, мы продолжим эту работу. Вот такие рейды, которые проведены в субботу, должны иметь место. Но я не думаю, что какая частота их нужно определиться, может, в такие периоды, когда похолодание, так далее, это надо чаще, а так в другое время, или раз в месяц, или раз в две недели, обязательно в порядке для того, чтобы и полиция, и совместно с нашим социальным инстинентом, возможно, должны быть и подключены другие лица. Мы находимся на этапе поиска. Исходя из практики, которая существует за пределами, в пределах СМГ, там эта работа проводится, более масштабно, чем у нас в республике. Опыта такой работы у нас в республике, мы пытались найти в интернете и так далее. Нет, значит, мы, может, будем такими первопроходцами. Но я думаю, что эту работу нужно проводить, потому что эта ситуация, на первый взгляд, конечно, не очень... Она имеет за собой и, наверное, носит характер, боюсь преувеличить, но вместе с тем, и ухудшение криминогенной ситуации, а также эпидемиологической. Каждый из нас, вот мы уходим от этих проблем, наверное, видит, что кроме того, о чем я здесь говорю, но, наверное, это тоже бродяги лица, которые роются в мусорных ящиках. Каждый из нас, наверное, по утраме и видит. А в любом случае эти люди, даже то, что они приходят и сюда, и к нам, и мигрируют, в общем-то, и в транспорте общественном и так далее, это и является... Ой, носят распространение инфрационных заболеваний и так далее. Поэтому оставлять эту программу, проблему без внимания нельзя. А, наверное, нужно расширить круг ответственных лиц, которые должны быть вовлечены в решение этих проблем. Это, наверное, и коммунальные службы, потому что эти люди, как правило, в зимний период где-то в люках открытых, или еще в подвалах, или в подъездах. Значит, нужно каким-то образом предупредить эту ситуацию, чтобы эти люки были закрыты. Конечно, может, это не проблема, я не должна этого говорить, но есть такие случаи, где они для того, чтобы им этого доступа не было туда, но вместе с тем, параллельно с этим, нужно усилить информированность населения о тех службах, о тех возможных услугах, которые могут быть предоставлены со стороны обманоместного публичного управления. Значит, нужно параллельно с этим проводить работу по усилению информированности различными средствами. Следует отметить, что очень много среди этих лиц, которые мы выявляем, возникает проблема с доступом к получению медицинских услуг, даже первичных. Что касается определения данной категории лиц в центре Рейн-Торчер, они должны, конечно, быть обследования, пройти рентген и еще необходимое обследование на ВИЧ-инфекцию, туберкилоз и так далее. Здесь возникает проблема, у них нет полюса, нет средств и опять тупик. Либо для того, чтобы человек получил эти условия, значит, он опять идет с протянутой рукой. Или, если говорить о материальной помощи, то зачастую у них нет даже паспорта. То есть для восстановления документов опять нужны средства. Значит, эта проблема была, есть, мы обсуждали ее с медиками.